Привет друзья, товарищи! Вы на канале в поисках золота и старины. Если вы смотрите это видео на другом канале, то знайте, что оно ворованное. Напишите мне об этом. Будем наказывать супостата. А сегодня я вам расскажу историю, которой со мной поделился мой подписчик-поисковик и хороший человек Николай Староу. Дело было в 2013 году. Он с одноклубниками из поискового клуба СТ, их было три человека, выехали на очередной коп. Место выбрали, как им казалось, интересное. Да кто-то спросит, а чего в нем интересного? Да то, что оно было неподалеку от старой церкви. В военные годы она была на оккупированной территории. При ремонте храма выяснилось, что все кресты имеют пулевые отверстия и повреждения. Вот так. Итак, поисковики разошлись в стороны и методично прочесывали землю. Каждый думал о своем, но в такой местности мысли у всех товарищей были похожи. Все думали о том страшном времени. Война – это всегда большое горе. Николай шел возле лесной дороги, которая шла от поселка Дорохово в сторону деревни Олексино. И тут он в нескольких метрах от дороги ловит чистый сильный сигнал, но он не похож на монету. Он как будто копьяная банка. Кто копает, тот меня поймет. Это было логично. Край дороги, разный мусор и все такое. Поисковик не очень хотел и копать такой сигнал, но все же решился проверить. Копнул раз, копнул второй, увидел какой-то кусочек жести, как ему показалось. Вот он, шмурдяк, мусор пролетело в голове. Эх, я так и думал. Наклонился, взял в руки, протер и понял, что нет, это не мусор. Проверил ямку, сигнал был еще там. Начал копать. Когда выкопал все, понял, что это что-то очень интересное. Находку аккуратно сложил в пакет и продолжил коп. Когда вернулся домой, промыл все это водой. Это понятно. Начали гадать друзьями, что это может быть. Находка была похожа на корону. Да, друзья, именно на корону. Но в таком сохране тяжело было что-то сказать стопроцентной уверенности. Решено было отдать на реставрацию. Но кто захочет возиться с такой головной болью? Да и мастер должен быть с большим опытом подобных работ. Поисковики знали только одного такого человека, который бы мог взяться за такую работу. Это был ювелир-реставратор Валерий Борисович Кримми. Он проделал просто колоссальную работу по восстановлению короны. Когда ее ему принесли в пакете, он взглянул внутрь и с улыбкой сказал, какой бегемот это все переживал и выплюнул. Но все же взялся абсолютно бесплатно за работу. За 12 лет таких работ через его руки прошли более 1300 разных находок, а сейчас уже в разы больше. Эта нелегкая работа заняла у него 7 дней и несколько ночей. Для того, чтобы мы увидели корону во всей своей красе, надо было приложить все свое умение и мастерство, а также множество своих самодельных инструментов. Вот таких в магазине точно не купишь. Да, а как венец мог попасть на то место, где его нашли? Поисковики пришли к выводу, что скорее всего в военные годы немцы банально разграбили церковь. И когда поняли, что корона не золотая, а только позолоченная, то бросили ее на землю. При этом расстреляли, так как в короне были пулевые отверстия, а потом растоптали на обочине. Тут она и ждала сколько лет нашего героя. Во время восстановительных работ Николай Старов делился с жителями одного форума. Ему несколько раз предлагали продать венчальную корону в том сохране, что нашел за 120 тысяч рублей. Но он наотрез отказался, даже мысли такой не было. Вот так, друзья, не все поисковики копают ради наживы, скорее единицы. Когда ювелир Валерий Борисович закончил свою работу, то корону было не узнать. Видно было, что человек хорошо знает свое дело и подошел к работе с душой. Встал вопрос, что делать с венцом, сразу думали отдать в музей. Но поговорив, решили вернуть находку, так сказать, в родные стены, в храм покрова Пресвятой Богородицы села Олексина. Скорее всего, оттуда ее и похитили. Хотите увидеть, как это было? Ссылочка будет под видео. Так что вот такая вот история. Нужно сказать большое человеческое спасибо тем людям, которые все это сделали. Это титаническая работа, и заметьте, ни один человек не задумался о том, чтобы как-то заработать на церковной короне. А что вы думаете по данному поводу? Да, друзья, если у вас есть интересная история и фотографии, и огромное желание поделиться с единомышленниками, пишите, что-то придумаем. Если вам видео понравилось, поделитесь с друзьями и напишите комментарий. Спасибо за просмотр, до встречи на канале, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok